всем привет добро пожаловать на стрим помашите мне ручкой в чат скажите меня видно слышно все круто доска есть я существую ты существуешь мы все существуем сейчас будем делать что будем с вами разговаривать побеседуем просто егэ завтра послезавтра два оставшихся дня надо уже успокоиться надо уже перестать нервничать надо уже с кайфом просто смотришь стримчики собираешь мысли в кучу думаешь ok по кайфу в целом да по кайфу решу завтра вариант да решу завтра вариант но если я ошибусь слушай а как не ошибаться вообще а кто ты если ты не будешь ошибаться как говорил умный человек вчера на щелчке на ошибках люди учатся ошибки делают тебя умнее но если ты не допускаешь ошибок значит ты тупой значит чтобы ты не был тупым надо будет допускать ошибки ты допустишь ошибки чел это нормально если ты смотрел разбор вариантов ты наверняка видел что я сам допускаю ошибки это нормально ты пришел на стрим как не допускать ошибок чтобы послушать человека который их допускает где же логика ты точно хочешь узнать как не допускать ошибок у того кто их допускает я допускаю ошибки я научу тебя как допускать ошибки и все равно набирать сотку вот это получше кажется кажется более разумная стратегия смотри давай еще раз очевидные вещи которые повторял уже неоднократно год еще раз тебе скажу надо решить полный вариант егэ за 50 процентов отведенного тебе времени или меньше чем меньше тем лучше у тебя на экзамене 4 часа лучше решать два часа или полтора часа или в идеале вообще час то есть идея в чем в том чтобы решать как можно быстрее на экзамен приходишь в своей самой топовейший форме выспись сегодня обязательно покушай квасу с креветочками обязательно для того чтобы топовейшая форма была и вот ты приходишь на экзамен и ты вообще прям новом такого сейчас и ты короче на скорости вот так вот нареживаешь чертовы задание уничтожил все 27 такой ху но первые три минуты прошло да нормально хорошо прошло три минуты уже все решил все 27 решил получается за три минуты неплохо неплохо осталось еще три часа 52 минуты на полную перепроверку себя несколько раз вот тут можно немножко замедлиться полная перепроверка себя несколько раз решает я тигрю на экзамене чел который проверил один раз и не успел проверить второй пишет хуже чем чел который проверил два раз или три раза все стубальники которых я выпускаю это люди которые проверили два-три раза то есть решили и еще минимум дважды перепроверили сам посчитай сколько тебе надо тогда времени тратить на полное решение варика его надо решать быстро очевидный вопрос сразу возникает у всех ну я когда быстро решаю я же больше ошибаюсь типа больше ошибаешься и и и сергей ты не путай креветки перед экзаменом это перед экзаменом по математике их не надо было кушать перед экзаменом по информатике а ты чё хочешь на экзамене кушать а потом вот этими жирными руками по клавишам стучать ну ты отвратительный конечно человек зачем такое делать вообще и у креветочки перед экзаменом поел руки вымыл соответственно и дальше эти креветочки внутри там они как бы в мозг попадают и начинают дико программировать про кретки известно что программируют давно уже да поэтому они такие на чилле такие все время в море таки плавают ну потому что и программируют целыми днями и вот они на экзамене за тебя все решишь в этом смысл в этом смысл а чтобы креветочкам было нормально не грустно ты еще квасу добавляешь креветочки, когда у тебя в мозгах пробуют, они еще квас пофигачивают им нормально, и они сидят и пробуют во время экзамена твоими руками вот так вот вот так креветочные вот так хвосты вот здесь в руках, ну и все работает соответственно идея в чем, а вне крабов ни в коем случае не надо есть, ты то что ты ешь, если ты поешь крабов ты станешь крабом и закрабишь весь экзамен, какой глубокий смысл тогда это бессмысленно, ты не хочешь закрабить экзамен, еще раз, на полную перепроверку, если ты ускоряешься, то ты допускаешь больше ошибок, да, окей, такая зависимость есть, ты ускоряешься, ты становишься менее внимательным, но, но скорость прорешивания побеждает качество как камень побеждает и все вот тут циклично, вот так же циклично нужно быть твое прорешивание экзамена ты прорешиваешь весь экзамен, еще раз снова и еще раз снова, и это гораздо мощнее, чем один раз медленно внимательно провешивать, я тебе говорю много опыта, много проверен, много экспериментов над детьми раньше в прошлые года дети просто как пушечное мясо шли на экзамен я половине на стриме говорил решайте быстро много раз короче а другой половине горел решайте медленно вдумчиво а б тесты проводил смотрел кто лучше сдал постоянные эксперименты все для того чтобы вы сегодня пользовались этими благами цивилизации этой результатами этих статистических тестов и точно знали надо быстро прорешивать много раз если ты быстро прорешиваешь много раз то твоя перепроверка дает тебе собственно все что ты хочешь вообще теперь самая главная часть этого стрима короткий стрим у нас в 14.00 уже следующий как себя перепроверять давай начнем с 27 задачи эффективная программа на вход получает массив на выходе возвращает ответ на задачу неэффективная программа на вход получает массив на выходе возвращает ответ на задачу запускаем цикл на 1000 повторений в этом цикле генерируем случайное число n random.randint надо чтобы оно было достаточно большим потому что последовательность из одного числа мало интересно от 10 до 20 генируем случайный массив можно с помощью генератора но я объясню попроще просто через цикл пустой массивчик создаем потом циклом for а и например in range n потому что случайное количество операций мы в а добавляем случайное число random рандинт числа для самого массива можно сделать чуть чуть побольше например от 1 до 1000 все массив готов если результат действия эффективный на этом массиве не совпал с результатом действия неэффективные на этом массиве когда все плохо тогда ты печатаешь на экран число n затем массив у тебя есть н и массив печатаешь результат действия эффективный на этом массиве и результат действия неэффективные на этом массиве после этого можно делать брейк потому что ты нашел тест на котором данная программа не работает запускаешь и если она ничего не выдала значит все хорошо если она ничего не выдала значит все хорошо если она ничего не выдала значит все хорошо если она выдала тебе какой-то тест значит на нем не совпали ответы и ты это прямо увидишь начинаешь после этого на данном тесте проверять но теста у тебя неприятный там 17 чисел это число 783 там какая-то гадость ты короче на каком-то тесте нашел ошибку что делать меняешь вот здесь вот на 5 от 1 до 5 меняешь вот здесь вот от 1 до 10 и снова запускаешь есть мнение что если прога нашла косячный тест сохрани его куда-нибудь то она найдет косячный тест и на маленьких числах а на маленьких числах проверять приятнее то есть запускаешь на больших числах чтобы найти косячный тест что он в принципе существует или успокоиться что такого теста нет и все хорошо но если он нашелся то для перепроверки он скорее всего не годится найди тест поменьше если не нашел в таких лимитах подумай почему может там должно быть расстояние хотя бы 5 и тогда n надо брать 6 или 10 или чего-нибудь такое побольше короче случайные числа может быть должны быть побольше может там должно быть что-нибудь типа хотя бы одно число должно быть больше 50 хотя все числа маленькие и поэтому получается что ответы всегда 0 и 0 вот и соответственно чтобы эта штука нормально у тебя работала тебе надо получается ну запускать правильными параметрами random run in генерацию случайно соответственно ты с этими рандомными параметрами но сам который из головы придумал по запускал программу нашел тестик на котором она не работает и такой хоба перепроверил себя вот теперь давайте это самое два часа двумя способами или за полтора одним кирилл мне думается что неправильное соотношение времени за два часа двумя способами каждую решить лучше у меня это лучше получается если я решаю первый час все одним способом потом второй час все одним способом ну то есть я имею ввиду что если ты решаешь двумя способами то считай что это два полных прорешивания ну просто мне эти два полных прорешивания кажется более разумным делать последовательно типа сначала все задачи решить потом все задачи решить если ты решаешь сразу двумя способами то ты решаешь медленнее и это к сожалению может растянуться вместо двух часов на три-четыре и ты в итоге дойдешь до конца вроде все по два раза перепрошел, но у тебя какая-то супер неопределенность в голове осталась. Сразу там был еще один вопрос. Может быть лучше два с половиной часа вдумчиво решать, а потом спидран? Нет, не лучше. Лучше сначала спидран, в котором ты вообще узнаешь все задания, какие они в принципе бывают. В каждом задании первую проекцию своего мозга просто сбрасываешь на бумагу, ну вроде ответ такой. Седьмая, а ответ такой. Одиннадцатое, на. Двенадцатое, редактор написал ответ вроде такой. Все, следующее, 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 следующее. Каждый получил какой-то ответ. Понятно, что там очень много чего неправильно, но большинство баллов ты уже забрал. Тебе уже есть, что написать в каждом задании. Тебе уже, ты хотя бы 70 набрал. Ну то есть, думай про это так. ЕГЭ это такой процесс, где ты как бы эту игру должен проходить снова и снова, чтобы находить все новые и новые секретные уровни. Типа ты такой, первый час прошел 70 баллов в кармане. Второй час превратил 70 в 85. Третий час 85 в 92 93, 94 Хоп! И следующий час ты такой до соточки прыгаешь. Понимаешь? То есть, в этом идея. Идея в том, чтобы за первый заход бахнуть как бы набор всего. Ну, на бумагу, не на бумагу и так далее. Не важно. Я не про это. Я про то, что ты при первом заходе как бы получаешь какую-то хотя бы спокойную уверенность, что ты такой типа, ну нормально себя чувствуешь плюс-минус хотя бы. Ты такой, ну фуф, ладно, так, сейчас. Хотя бы. Ну, то есть, понимаешь, в чем прикол? На ЕГЭ есть 3-4 мутные задачки, над которыми надо будет подумать. Задачки, в которых у тебя проблемы, в которых у тебя не сходу ответ получится, в которых тебе надо будет там перерешивать или двойное прорешивание потребуется, или еще что-то такое. А остальные задачи, это просто трэш для изъема твоего времени. Для того, чтобы вот ты просто потратил это время. Какие именно 3-4 будут вот этими волшебными, ты узнаешь только после 2-го прорешивания. Поэтому 2 быстрых прорешивания надо сделать чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Избавиться от этих вот задач, на которые так-то даже внимание особо не надо больше обращать. Задачи, которые халявные, которые ты делаешь. Вот. Теперь давай по поводу конкретно, как проверять. Вот так проверять 27-ю. С 27-ю все понятно, очень красивая, приятная конструкция, да? Перепроверка 27-й. Дальше, по поводу перепроверки остальных задач. Давай конкретно по каждой задаче пройдемся. Есть набор задач, у которых есть разные методы решения. Их надо решать разными методами. Например, вторая. Руками прогой. Например, пятая. Руками прогой. Например, шестая. Ну, шестую лучше всегда прогой, но можно посмотреть, получается ли у тебя ручками ее решить. Там бывают тупые ошибки для проги. Вот. Но чаще всего она прогой, конечно, нормально залетает. Например, восьмую можно перепроверить прогой, если ты дофига умный и пишешь хотя бы на 90+. Имеется в виду задача, которая комбинаторика. Перепроверка прогой. То есть, если ты ее руками умеешь решать, да? Второй способ. Именно прогой должно быть вторым способом. Сначала восьмую руками решай. Например, задача номер 12 решается руками и прогой. Стоит и так, и так решить. Иногда в 12-й ты в проге косячишь. В реплейсе единичку не указал, еще что-нибудь. Ну, такой мелкий затупон. Не в цикл что-нибудь. Табуляция сдвинулась. Ну, случайно. Тупость какая-то. И ответ не тот получится. И ты это заметишь, если руками перерешаешь, у тебя другое получится, да? Например, 14-я руками и прогой решается, но ее я не рекомендую решать руками. Там кажется разумнее внимательно прогу просмотреть. 15-я руками и прогой. 16-я только прогой. Забей на руки, просто внимательно перепроверишь. Ну, можно ее рекурсией и динамикой написать. По-разному. 16-ю, например. 17-я тоже только прогой ничего там не сделаем. 18-я только экселька, ничего там не сделаем. 2-го. 19-я, 20-я, 21-я. Ну, все понятно. Решается прогой, руками, экселем. Три раза имеет смысл перерешать разными способами, потому что это 3 балла. Это мощная задача, много баллов несет. Дальше. 22-я решается руками при первом прорешивании, прогой при втором. 23-я решается динамикой или рекурсией. Руками не рекомендую. Два разных способа. По-разному пишутся, по-разному проверяются. 24-я решается, соответственно, либо прогой с помощью проверки строк, либо в экселе. Обычно даже для проги в 24-й есть разные способы ее решить. Можно решить с помощью какой-то хитрости, реплейса, там, каких-то комбинаций букв на звездочки, на что-нибудь, подсчет этих звездочек. Либо нормально, по-честному, вот, рабоче-крестьянский, каждый ход делаешь, проверяешь, там, нолик, единичку, двойку, тройку и так далее. 25-я решается, соответственно, только прогой, поэтому там надо прогой, если ты хорошо программируешь, но не обязательно. Соответственно, лучше, может быть, просто аккуратненько проделать все те же действия, перечитать внимательно условия. Ну и про 27-ю мы уже поговорили. По поводу задач, соответственно, которые я не назвал. Задачи, у которых один способ, как именно перепроверять. Вторая перепроверка должна происходить внимательно. Прочитал задачу еще раз. Вот ты ее уже читал, ты уже знаешь про что, твой мозг хочет сказать, да ладно, это понятно, решается так, 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 я уже делал ответ такой. Не-не-не-не-не-не. Представь при втором прорешивании, что первое прорешивание делал не ты, а твой очень безответственный, ленивый братишка, кореш, который всегда все делает на пофиг. Он сделал, вот чтобы как-нибудь, вот чтобы просто сделал и сдал все. А в итоге оценку за эту работу поставят вам двоим, а не ему одному. И тебе надо за ним перепроверить. Ты, конечно, через плечо заглядывал, какие-то задания видел и смотрел, как он решает. Поэтому твой мозг немножко думает так же, как его сейчас. То есть ты такой решаешь задачу и ты такой, ну вроде вот так, вот так, вот так. Не-не-не-не, не доверяй ему вообще. Второе прорешивание это не решить снова так же. Второе прорешивание это типа так, вонючка, где ты мог накосячить? Ну-ка давай внимательно. Сейчас, вот первый раз ладно, а сейчас внимательно. Че ты там? Как значит? Где обычно в этой задаче косячат люди? А где обычно я в этой задаче косячу? Где, какие обычно ошибки я тут допускаю? А не допустил ли я тут ошибку вот такую? А не допустил ли я ошибку вот такую? На следующем стриме, чек-лист, мы как раз пробежимся по таким самым, таким стандартным местам, которые стоит всегда перепроверить любому человеку, в которых больше всего баллов всегда теряется. Вот самые тупые такие ошибки, где вот, это даже не ошибки на внимательность, это именно чек-лист, просто проверять, вот вообще, ты точно вот по этим штукам пробежался, точно они у тебя есть или нет. Соответственно, чтобы этого всего не происходило, тогда ты при втором прорешивании, ты такой типа очень внимательно смотришь на работу, она прям, знаешь, ну такая, ну короче, как вот, как, ну в руки ее даже брать не хочется, она стрёмная, в ней плохо все. И тебе надо обязательно найти каждую ошибку. Представь, что ты не свою работу проверяешь, а ты куратор в онлайн-школе. И тебе школьник, который весь такой, такой, на випендросе такой, типа, да, все знают, все такое, но ты знаешь, что он ничего не знает вообще, что он максимально косячный. Ну он там, да я немножко там смотрел начальные вебинары по проге, мне кажется, я запрогал эту задачу, наверное. Ну там стопудово какая-нибудь тупая ошибка. Он там внутри цикла переменную там типа не обнуляет. Еще какая-нибудь инициализацию забыл. Да вообще какая-нибудь дурь произошла, он ее даже не заметил, потому что когда запустил прогу, она как бы, и твоя задача ее обнаружить и красным шрифтом вот так вот обвести, вот так вот сказать, чел. Еще как бы, ну найти ее и вот найти, найти. Самое главное локализовать. Второе прорешивание, его главная задача найти те места, где ты накосячил. Поэтому при втором прорешивании ты такой типа, при первом прорешивании ты активируешь режим максимальная скорость, при втором прорешивании ты активируешь режим максимальная душниловость вообще-то должен быть очень душным на втором реже такой типа он точно тут вот это вот и твой мозг будет горит да 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 это очевидная задача да поехали точно это такое вот это вот это если ты за час решил то второй раз думать то тебе уже не надо тебе надо уже внимательно просто смотреть типа точно вот ну вот а здесь так решается тебе не надо типа вроде бы не надо заново вникать в условия но так-то надо так-то по-хорошему следует прочитать опять ну ты по крайней мере знаешь про что задача ты по крайней мере знаешь там сколько-то а точно там имя тимофей букв сколько тимофей 7 букв согласных сколько т м ф и краткое 4 а гласных сколько и а е34 плюс 37 все правильно гласные согласные 8 совпали количество нормально все решаем с такими цифрами да да ну вот соответственно идея в этом перепроверка в этом заключается да то есть ты типа перепроверяешь свою вот эту вот несостоятельность пытаешься обнаружить это очень сложно тебе надо саму себя покритиковать как бы да а люди не любят себя не любить поэтому ты такой должен реально занять позицию как будто первое прорешивание делал не ты а на третьем прорешивание должна активироваться еще одна третья субличность которая горит не но вы двое конечно большие молодцы она первых после 1 2 прорешивания уже обнаружилось несколько ошибок между вторым и третьим прорешиванием небольшой перерывчик берешь на то чтобы эти ошибки устранить ну подумать над каждой задачи перри решает перепроверить их еще раз все вроде сейчас все правильно после этого третье прорешивание это представь что ты короче готов сдавать работу все готов сдавать работу представь что между тобой и экзаменатором есть еще такой волшебный чел который такой берет твою работу это опять ты берешь работу и опять такой точно тут так то овощи а эта задача будь прям параноиком третье прорешивание прям параноидальная ты прям такой точно вот эти эти двое конечно нормально решили но я точно вот я им верю нет вот вот доверяй но проверяй сам еще раз опять смотришь опять чекаешь опять думаешь как это вообще то кто думу короче понятна логика то есть третье прорешивание это ты должен очень внимательно пересматривать что эти двое там намутили они согласны друг с другом но как бы тот факт что их большинство не значит что они правы да вот с такой логики ты прорешиваешь третий раз потому что у тебя мозг будет говорить да ладно да все нормально да точно все правильно даже уже проверил нет пофигу третий раз внимательно перепроверяешь вот соответственно если ты раньше решал первый раз два с половиной часа каждую задачу внимательно пересматривал миша значит ты уже давно не следовало моему совету что в целом очень плохо это значит что ты только только встретился со мной лицом к лицу что в целом очень плохо это безусловно сулит тебе удачу хороший знак и все такое встретиться со мной лицом к лицу до ig а не после когда ты б Built на ритель сборе такой блин какая простая задача жалко что я не болтал на курсе раньше но ты не болтал на курсе раньше ты увидел только сегодня стоит ли тебе тогда сейчас менять всю свою стратегию постоянного нарешивания. Но я бы сказал, что нет. Но не удивляйся, когда тебя обскочат люди, которые решали, как я советовал. Ну, потому что они всегда так решают. Привыкли так решать. Окей? Окей. Да, третий раз ты и Тайлер Дерден. Только не взрывай там все, окей? Только не взрывай все. Останься как есть. Да, раздвоение личности максимально. Вот такая вот логика. Окей? Миша, ответил на твой вопрос? Надеюсь, что да. Ну что? Вот так должна выглядеть твоя перепроверка. Не очень длинный стрим, потому что в целом ну вот, да. Перепроверка. Перепроверка. Очень важно. Перепроверь еще раз. И еще раз. И еще раз. Если ты всегда два с половиной часа решал вдумчиво, слушай, ну это как-то неоптимально кажется, нет? Ты один раз решаешь, и у тебя остается всего полтора часа на полную перепроверку. Вдумчивой, кажется, должна быть перепроверка, а не решение. Если ты всегда так делал, опять, зависит от того, насколько у тебя сильна эта привычка. Насколько ты сильно погрузился в эту историю. Вот. Вчера, например, было много скоростных разборов пробника рандомного на щелчке. Четыре пробника разобрали по часу на каждый. Вначале был полный длинный разбор с полным объяснением за два с половиной часа. Как бы проблема в чем? Если ты всегда пробник решал два с половиной часа, на экзамене это будет не два с половиной часа, на экзамене это будет три с половиной. На экзамене растянется время. Там будет что-то необычное, что-то неопределенное. Где-то придется подумать побольше. Где-то это займет побольше времени. Ты типа на экзамене всегда больше времени тратишь, чем на пробнике. Это просто надо в голову заложить. Это значит, что если ты на подготовке всегда бомбил за 2,5 часа, на самом экзамене у тебя просто будет одно полное прорешивание, ты ничего не успеешь, будешь на стрессе перепроверять себя в последние 30 минут, будет крайне неприятно. Ну и давай очень важный совет для тех, кто готовился с 0 на 70, или с 0 на 78 последнюю неделю чисто пытался и так далее. Вы не успеете решить за час и перепроверять себя 3 раза. Не пытайтесь. Спокойно. Вы решаете весь пробник за 3 часа. Вы решаете оттуда только то, что вам надо. Окей? За последний час вы перепроверяете только те задания, в которых вы больше всего не уверены. Те задания, которые вам за первые 3 часа показались самыми сложными. Я думаю, Миша, этот совет и тебе актуален. Если ты 2,5 часа всегда вдумчиво решал, о, нифига себе. Ладно. Но если у тебя полтора часа допы, тогда вопросов нет. Все, тогда все ок. Первые 2,5 часа вдумчиво, потом пару раз спидраном перепроверка. Ну просто, короче, спидран, быстрое прорешивание, оно не очень годится для перепроверки. Задача перепроверки – внимательность. Если ты уже внимательно все прорешал, как правило, достаточно сложно заставить себя еще раз внимательно все пересмотреть. Это дико сложно. А после спидрана очень легко заставить себя пересмотреть. Такая логика, такая логика. так ну все жду вас через пять минут на следующем стриме где мы с вами чек-лист тогда разберем где мы с вами чек-лист разберем до новых встреч